добрый вечер всем присутствующим всем кто заходит на мой прямой эфир очень рад вас приветствовать сегодня среда эфира в инстаграм и тема сегодняшнего эфира это белая пищевая глина или же невидимый тихий помощник сейчас поймете почему я так называла свою сегодняшнюю тему если вы сейчас смотрите меня в инстаграм прямом эфире значит вы действительно прямом эфире в инстаграм и вам нужно поставить плюсик если меня хорошо слышно и видно если же кто-то меня сейчас смотрит точнее будет смотреть в записи на ютубе или в какой-то другой социальной сети кроме инстаграм то знаете что это идет записи поэтому вам ставить в комментариях плюсик совершенно не обязательно а то возникает такая интересная ситуация я на следующий день выкладываю свою запись эфира в инстаграм на youtube и смотрю комментарии к своей записи и вижу что там народ активно ставит плюсики потому что они не понимают что это уже не прямой эфир а это запись но в данном случае это прямой эфир и пожалуйста поставьте все-таки плюсики если меня хорошо слышно и видно чтобы я могла уже начинать наш эфир и так даже два плюсика супер значит прекрасно слышно я сейчас сегодня сегодня немножко нервничаю по поводу того чтобы у меня был хороший звук потому что на моем прошлом эфире на последнем эфире станет кузьменко если вы видели этот совместный эфир с этой героической женщины у нас забарахлил звук и меня вы не слышали таню вы слышали и мне это было немножко обидно потому что я не смогла задать вопросы в эфире тани и очень надеюсь что сегодня такого не произойдет стучу по дереву надеюсь что со звуком будет все хорошо потому что сегодня я очень хочу представить вам своего гостя правда это будет немножечко позже просто я скажу что сегодняшний гость моего совместного эфира это игорь романовский это основатель компании источник жизни компания производитель и реализатор белой пищевой глины и этот тот человек который может рассказать о глине все намного больше чем я я всего лишь сегодня хочу поделиться с вами своим собственным личным опытом применения глины сейчас я расскажу о своем опыте потом я позову присоединиться игоря к нашему эфиру просто не делаю этого сейчас принципиально для того чтобы не испортился звук не дай бог чтобы мне сказать свою часть выступления и в конце эфира мы ответим на вопросы которые уже поступили которые поступали раньше и которые возможно вы зададите сегодня если у вас возникнет интерес к этому продукту значит что это за продукт вообще как я как я его для себя открыла вообще я никогда раньше с глиной я познакомилась совершенно недавно буквально несколько месяцев назад и раньше я никогда не слышала о том что можно и есть глину когда впервые мне поступило это предложение от игоря вот попробовать глину затем не стала как-то немножечко так смешно я сразу вспомнила фильм вот не помню как он называется может вы вспомните если вспомните напишите мне просто интересно я не смогла найти там речь идет о каком-то мальчике который что-то там которого заставили в чем-то клясться и заставили есть землю и он клялся и и плакал и кричал я землю кушал я землю кушал вот когда мне поступило предложение попробовать употреблять глину я вспомнила этого мальчика я землю кушал мне стало смешно я думаю ну зачем я буду кушать землю вот как-то немножко несерьезно к этому отнеслась но что-то все-таки меня побудило заставила порыться в интернете я посмотрел самую информацию по глине я зашла на сайт производителя источника жизни который мне предоставил игорь ссылку почитала все внимательно послушала отзывы других людей и тут меня осенило я подумала поскольку глина является мощным инструментом для детокса то есть детоксикации да то есть избавление своего организма от токсинов я подумала почему бы мне сейчас действительно это не попробовать именно по той причине что я сейчас не могу больше проводить курсы очищения с помощью условного голодания по огоньян как я делала это раньше именно в силу того что у меня вес достиг такой критической цифры 55 килограмм при росте 170 что ниже уже некуда что по классическим нормам это вообще уже не добор идет я не хочу больше худеть а каждое вступление в курс условного голодания естественно вызывает снижение массы тела я подумала окей если я не могу сейчас голодать и у даже условно голодать почему мне вам не попробовать детокс при помощи глины и получить какие-то результаты и если это все сработает почему бы мне потом не предлагать это своим клиентам и я начала эту практику я получила глину и я начала ее применять я применяла глину строго по той инструкции которая была приложена я не нарушала ничего я выдержала полностью режим питания он довольно облегченный при приеме глины я выдерживала питьевой режим в общем я делала все по правилам я ничего не нарушала и буквально через месяц первый месяц приема глины я получила свои потрясающие результаты и я хочу сегодня вам о них рассказать итак первый результат который я получила на фоне приема глины это потрясающий стул вы знаете я уже давно веду здоровый образ жизни я давно уже нахожусь на 70 80 процентов сыроедения у меня я регулярно очищаю кишечник у меня все в порядке с пищеварением у меня всегда нормальный стул это всегда утренний хороший стул я давно уже не могу пожаловаться на эту часть своей жизни ни в каком ракурсе то есть у меня все хорошо и тем не менее когда я стала принимать глину я поняла что совершенству нет предела что оказывается может быть еще более хорошо и это еще более хорошо случилось со мной то есть стул стал настолько извините за такие интимные подробности настолько ух настолько он стал более объемным то есть каловых масс извините еще раз стало больше о чем это говорит о том что глина поспособствовала очищению каких-то залежей вероятно которые не выходят с обычным стулом ежеутренне вот это ух каждое утро в двух или там троекратном а иногда даже четверократном размере было настолько эффективным что после всех утренних испражнений извините еще раз за эти пекарные подробности у меня живот просто проваливался к спине прилипал и было такое ощущение абсолютно пустого кишечника абсолютно пустого живота я давно уже не испытывала таких ощущений и вот это меня очень сильно обрадовала и сказала ага все таки не зря я начала этот прием глины это работает так это первое все эти смешные картинки которые вы сегодня видели в stories это все не бла-бла-бла это действительно все я вам описала свои пункты тех результатов которые я получила на фоне применения глины едем дальше следующий пункт который я получила так ну как следствие лучшей работы кишечника я стала раньше просыпаться то есть я и без того рано просыпалась сейчас я стала просыпаться не сейчас а на глине я стал просыпаться еще раньше знаете почему потому что кишечник стал звать раньше то есть он просыпался раньше меня и стал будить меня тук 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 пора в туалет то есть соответственно если мой день начинался раньше у меня рабочий день растягивался на более длинный промежуток я больше успевала я была жутко рада что у меня такой плодотворный длинный день именно благодаря кишечнику а точнее благодаря глине вот это второй очень немаловажный пункт третий пункт у меня стали крепкими более крепкими ногти это очень важно потому что последнее время когда я делала себе маникюр я замечала что вот когда стригу ногти как-то не стали какие-то более мягкие что ли более податливая хотя раньше такого него и уже на фоне месячного приема глины я вдруг обнаружила в конце курса что мне снова трудно стричь ногти потому что они стали более твердыми это еще один жирный плюс так еще еще один жирный плюс внимание вы помните наверное знаете да что лет этим летом я сломал руку правую лучезапястном и и как раз на вот этот месяц приема глины совпал у меня с тем что гипс уже был снят я занималась реабилитацией и реабилитация конечно же это очень трудное дело потому что рука была абсолютно неподвижна и на фоне приема глины мне кажется мне кажется что у меня прогресс по реабилитации стал намного более эффективным быстрым то есть смотрите сейчас я уже практически свободно вот владею до практически одинаково двумя руками но если кто-то следить за моими stories они видели что первое время это была правая рука практически неподвижно то есть мне показалось что прием глины повлиял и вот на это дело тоже так следующий пункт очень удивительная вещь но начиная прием глины ночах вернее где-то неделю-две приема глины я заметила что я стала реже пользоваться ночным кремом для лица обычно после умывания всегда хочется смазать лицо кремом перед тем как лечь спать на фоне приема глины у меня кожа стала менее сухой и я стала иногда пропускать вот эти вечерние смазывания кремом тоже интересный очень момент так и да и вот на пожалуй самый интересный пункт который я отметила на фоне приема глина это уменьшение очень 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 заметное уменьшение чувство голода между приемом пищи и как следствие сами объемы пищи стали меньшего размера то есть у меня уменьшились порции я стала меньше испытывать голод я стала чувствовать себя более легкой потому что порции стали меньше и не было вот этого желания наброситься на еду из-за сильного голода вот глина каким-то образом притупляет чувство голода возможно игорь это прокомментирует когда дам ему слово но вот это вот для меня было самое удивительное и что еще более удивительное месяц приема глины у меня уже закончился я уже наверное месяц как без глины нахожусь но вот это ощущение вот это состояние меньшего чувства голода и способность наедаться гораздо меньшими порциями она сохранилась и вот это вот эта зацепочка отметьте это пожалуйста те кто упорно хочет снижать вес это очень весомая зацепочка сейчас по глине для вас обратите на это внимание ну и наконец последний факт в пользу глины у меня сейчас заканчивает работу идет третий месяц марафона супер чистка где более 60 человек начали подготовку к условному голоданию при помощи глины при помощи диеты облегченной и детокса при помощи с помощью белой глины прошли условное голодание сейчас они находятся на выходе из него и если вы смотрели мои более ранние stories когда я делала отчеты по марафону все участники все кто участвовал в общем чате стали положительные отзывы о первом этапе то есть детокса при помощи белой пищевой глины получили очень хорошие результаты в чем-то они перекликались с моими которые я вам сейчас озвучила в чем-то они были индивидуальными именно для тех людей которые ее принимали у всех произошло снижение веса отметьте и самое главное практически все люди участники марафона вошли в условное голодание минуя интоксикацию вот это и было главным условием участия в марафоне по очищению пройти этап детокса при помощи глины чтобы обезопасить себя при входе условное голодание убрав большое количество токсинов на первом этапе из себя при помощи глины люди вошли с безопасностью в условное голодание и очень небольшого количества людей была интоксикация в более-менее такой приемлемой форме то есть тяжелых случаев интоксикации не было вот это вот слава тебе господи это было то самое ради чего я сделала вот такой подготовительный этап поэтому сейчас все кто кто рассматривает для себя условное голодание в качестве меры по очищению кишечника пожалуйста обратите пристальное внимание на этот чудесный продукт белая пищевая глина которая благодаря своей микропористой структуре способна впитывать токсины внутри жкт и обеспечивать вам очень мощный детокс так вот наверное это вот такие мои все шикарные новости из личного опыта да как обывателя как практика вот а уже более такие более детальные подробности это расскажет о глине игорь так сейчас прямо буквально отвечу на один вопрос который вот прям поступил с совсем вот прям только что этот директ спрашивают чем глина лучше отруби или салата щетки здесь абсолютно разные вещи то есть отруби и салат щетка они на механическом уровне очищают кишечник механическим то есть волокнами да своими как клетчаткой они соскребают грязь кишечника глина обеспечивает биохимическое очищение еще раз говорю что это микропористая структура которая способна впитывать в себя токсины из вашего жкт вот и теперь я приглашу на эфир игоря романовского и задам ему те вопросы которые очень часто вы задаете по глине игоря еще раз напомню что игорь романовский это основатель компании источник жизни добрый вечер дорогие друзья источник жизни это компания которой мы все россияне все мои клиенты покупаем пищевой глины это уже проверенный источник проверенные компании и вот пожалуйста представитель основатель этой компании игорь романовский игорь спасибо большое я надеюсь меня слышно хорошо немножко звук стал тише после того как я присоединился единственное давайте сделаем так я вообще хотел без гарнитуры вообще меня слышно хорошо отлично давайте я попробую подключить гарнитуру возможно будет получше да потому что мне практически почему-то стало не слышно чекунду так скажите что нибудь отлично отлично слышно меня почему-то почему-то звук тормозит к сожалению может без гарнитуры лучше давайте без гарнитуры нормально без гарнитуры так одну секунду еще раз говорю компания называется источник жизни мне и ссылочку на нее конечно же я обеспечу вам скажу где ее взять так игорь ну что да у меня да сейчас стало намного лучше как меня слышно мне замечательно все отлично все тогда Игорь значит давайте расскажем зрителям на чем же все таки основано что это чудодейственное свойство глины да быть детоксом потому что вы видите спрашивают почему нельзя заменить щеткой или отрубями да то есть я скажу что у нас где-то порядка получаса осталось плюс там на вопросики отвечаем вот поэтому хорошо я постараюсь максимат максимально коротко да и ясно дело в том что глина глина в принципе любая глина не только белая она в первую очередь из-за того что она мелкодисперсная да то есть ее частицы очень мелкие допустим размер частиц у нашей глины порядка 20 микрон всего да это именно такой высокая степень очистки глины которая подходит для приема внутрь так вот она как транспорт то есть она заходит к нам внутрь с одной стороны она начинает входить в ионный обмен с организмом и отдает с себя весь комплекс микроэлементов которые сейчас требуются нашему организму и параллельно она забирает на себя все токсины шлаки все что патогенное да скажем на себя физически забирает то есть где она входит непосредственный контакт да а также на ионном уровне на уровне ионного обмена она тоже забирает вот эти яды шлаки токсины почему потому что из-за мелкой дисперсности она проходит чуть ли не сквозь клетки да вот забирает на себе и выводит соответственно если говорить там про какие-то салаты да они очищают но скажем грубо можно сказать они пробивают да то есть это грубая очистка да а глина она более тонко очищает это первый момент второй момент как показывает практика людей которые допустим ну очень много лет уже пользуются глиной да допустим я пользуюсь практически восемь лет глиной и я тоже замечаю такие вещи что казалось бы я уже прошел там ну не знаю более там наверное пятнадцати курсов очищения разными глинами да при этом в любом случае идет эффект почему потому что ну если человек жил там порядка тридцати там к примеру летался непонятно как и непонятно чем да то уровень его загрязнения внутри он очень глубокий и соответственно сразу за один раз вот просто почистить все это невозможно да то есть и в этом то и в общем то нету цели важно чтобы это было максимально гармонично и экологично для нашего тела хорошо Игорь как-то я значит общалась со своими клиентами по поводу глины и они спросили насколько надежный источник вот этого приобретения и одна из клиентов она сказала насколько еще раз Бая почему-то очень насколько надежный источник так вот одна женщина сказала посмотрите как выглядит Игорь у него благородный цвет лица значит он уже много лет применять глину значит он знает что он продает вот поэтому я нисколько не сомневаюсь что действительно благородный цвет лица вызван именно применением глины уже многолетним так вопрос есть ли противопоказания по глине смотрите официально вот если смотреть науку официально по медицине противопоказаний в принципе нету кроме индивидуальной непереносимости и в любом случае всегда мы рекомендуем и в общем-то любой врач рекомендует всегда вот индивидуально если есть какие-то острые заболевания желудочно-кишечного тракта да или какие-то мочекаменные болезни потому что глина она как насос она может камушки потянуть на себя если сразу сильно большую дозу да принять вот или при беременности или кормящим в любом случае лучше проконсультироваться либо если человек к примеру не пользуется услугами врачей человек должен взять на себя ответственность и как-то внутренне принять для себя решение потому что вот ярких каких-то противопоказаний нет единственное вот за наша компания работает уже три с половиной года за три с половиной года было всего несколько случаев когда люди говорили что у них прямо начинались какой-то зуд чесотка там или еще что-то но понятное дело просто включалась очень мощная чистка ну некоторые люди боялись потом было несколько всего несколько случаев да когда человек начинал пить курс вот по нашему вот по нашей схеме где-то там на третьей неделе если вот у человека были проблемы с камнями да то есть глина прямо очень сильно начинал их шевелить и они конечно ну тоже пугались и переставали но на самом деле в такой ситуации вот если кто-то слушает у него есть такие проблемы да можно начинать просто с глиняной водички очень слабый раствор то есть ну грубо говоря вот взять к примеру вот такую бутылку да там скажем пол литровую бутылку на пол литра там взять допустим чайную ложечку глины размешать чтобы был слабый раствор и просто периодически его пить для чего для того что в организме восстановился кремний потому что как только восстановится кремний организм возобновит усвоение кальция да потому что ну и соответственно если он возобновит усвоение кальция те люди у которых камни да это просто признак закольцовывания организма да просто надо этот кремний этот кальций начнет усваиваться и эти камни просто потихонечку растворятся вообще просто. Ну супер, вообще супер. Так, а вот такой вопрос. Вот я пропила глину курсом месяц. Вот как часто можно пропивать вот таким курсом? Когда можно возобновлять новые курсы? Мы рекомендуем 4 раза в год, то есть раз в квартал, и самый крутой вариант это в межсезонье, то есть в преддверии перехода из одного сезона в другой, когда наш организм в любом случае перестраивается на новое питание, да, это самое лучшее время, потому что мы очищаемся вот от того, что, скажем, вот сейчас, допустим, было лето, да, то есть мы ели одно, сейчас как раз весна, сейчас вот прямо вот очень классно начать, потому что как раз идет вот переход, да, на осень, вот, и прямо вот раз в квартал это идеальный вариант. Вопрос по инструкции. Вот приобретая глину человек, где может найти описание, как ее применять, саму инструкцию, где можно найти? Можно у нас на сайте, вы ссылочку потом скинете людям, да, там есть у нас на сайте прямо брошюра, которую можно будет скачать, вот. И в этой брошюре есть разные рецепты, по-моему, там даже несколько видов курсов прописанных, и еще рецепты, ну, другого характера применения, и также там есть чек-лист, то есть все есть там. Все отлично, супер, ага. Так, еще вот такой вопрос. Очень много клиентов, которые живут в России, и уже многие у вас покупали и покупают этот продукт, у меня немало клиентов еще и в других странах мира, вот как быть им, как, что делать? Хороший вопрос, хороший вопрос, я понял. Смотрите, ситуация какая, мы тоже хотели бы поделиться нашей глиной с людьми из других стран, и вот недавно у нас был такой опыт, наша клиентка постоянная, она уехала жить в Финляндию, да, и ей просто, ну, то есть закончилась глина, ей позарез, она попросила, мы просто ей почтой отправили, она ждала долго, там, что-то 40 дней, по-моему, но она получила, и, в общем-то, мы сейчас решили, приняли решение, что мы можем отправлять в любую страну, главное, чтобы пропускала почта, ну, и с той стороны человек должен взять на себя ответственность, ну, что при получении там разные ситуации могут быть, это зависит от страны, мы просто, ну, не знаем там всех законов таможенных во всех странах, но если как бы это небольшой объем там, мы за границу вообще отправляем обычно от 6 килограмм, да, вот, потому что с логистикой много вопросов, и поэтому, вот, если человек заказывает 6 килограмм или 12, да, то есть это не такая большая партия, ну, вот, и заодно человеку сразу хватит надолго, да, мы, вот, если почтой разрешено, почтой разрешено сейчас практически в любую страну отправлять, мы отправляем, поэтому пусть люди нам пишут, мы индивидуально просчитываем доставку, и им отвечаем уже в личку, сколько это будет стоить, если им подходит, мы отправляем. Ну что ж, хорошие новости, да, так, и вот по поводу этих килограммов, значит, тут спрашивают, сколько брать килограммов, насколько хватит, и в этой связи, наверное, надо сказать про акцию, которая сейчас идет по поводу килограммов, как же все-таки выгоднее, если можно, Игорь, вот про эту акцию, которая до конца сентября, да, она? Да, да, у нас сейчас идет акция дегустация, как раз вот для людей, которые еще не пробовали глину, они не знают вообще, будут они пользоваться, не будут, сколько будут пользоваться, да, есть там акция до 50% скидка в зависимости от вида глины, да, то есть там есть два вида глины, голубая и белая глина, вот, и если говорить про белую глину, у нас там акция идет на килограмм, который именно не одна пачка килограммовая, а 10 пачек по 100 грамм, и получается скидка 50%, то есть вместо 2000 выходит всего 1000 рублей за 10 таких упаковок, и выгода, в общем-то, в чем? В том, что если, допустим, вы попробуете, ну, те люди, которые попробуют, им что-то, ну, мало ли, у всех свои вкусы, интересы, да, то есть если что-то даже не подойдет, у них есть это все по разным маленьким пачкам, они могут использовать как маски, как аппликации, как ванны, да, или подарить друзьям, то есть, как бы риск вообще исключен, что глина залежится, да, то есть она в любом случае будет использована человеком на 100%, но я, конечно, верю, что человек выпьет весь килограмм, пройдет курс и получит максимальный результат. Тут же еще нужно что сказать, ведь она же не только для внутреннего применения, можно же… Да, это очень важный момент, тем более, я вам скажу такую вещь, вот, мы только сами недавно осознали, и сейчас вот я планирую вот сделать в скором времени новый чек-лист, дополнить его, да, одновременное очищение внутри и снаружи, потому что мы тоже на себе испытывали, вот если, к примеру, проделывать ванны глиняные курсом, то есть не просто типа один раз ванну принял и все, да, а делать, допустим, к примеру, вот когда идет курс очищения, делать хотя бы там раз в три дня себе глиняную ванну, то есть на одну ванну уходит где-то пачка, 100-граммовая пачка глины, да, вот, прям хорошо полежать, потому что у нас кожа же, да, то есть это же самый большой орган у нас, да, и, соответственно, через кожу глина тоже очень хорошо работает. Ну, слушайте, это вообще супер, конечно, вот это внешнее и внутреннее, тогда эта акция, это прям как раз то, что нужно. Конечно, да. 50% скидка, я вообще, это, ну, это супер, классно, вообще отличная новость, надо тоже закупиться по полной. Да, так что... Да, вопрос, значит, есть белая у вас глина, есть голубая, можно, вот, несколько слов различия вообще. Да, вот смотрите, чтобы было понятно, я на всякий случай взял для наглядности, да, то есть вот эта белая глина в 100-граммовых упаковках, видите, сразу чек-лист тут прикреплен, как пользоваться, вот, есть голубая глина, она у нас двух видов, то есть есть в порошке вот такая, да, то есть вот баночка, вот в порошке, вот, и есть такая же, только в таблетках в прессованных, вот. Ну, принципиально, чем отличается белая-голубая, белая глина от голубой, да, белая глина это более мягкий вариант, и она подходит всем, то есть даже если у человека есть какие-то проблемы с ЖКТ, да, то есть если микродозы начинать, то это само то. Самое важное, что здесь есть кремний, и основной минерал здесь коалинит, коалин, да, так называемый, так же, как и называется белая глина, коалин. Здесь порядка около 10 микроэлементов в составе, и она более мягкая относительно всех других видов глин. Голубая же глина, это самая мощная глина, она добывается с самого нижнего слоя кембрия, да, и которому более 500 миллионов лет. Она очень мощный сорбент, то есть, чтобы сравнивать, она в несколько раз мощнее, чем белая глина и другие всякие сорбенты, да. У нее, за счет чего она мощнее? У нее есть, то есть, любой сорбент, вот, допустим, если говорить про глину, да, это поры, такие, ну, такие типа микропоры, которые в себя всасывают, да. Так вот, в природе существует 4 вида таких пор. Вот у голубой глины присутствуют все 4 вида, то есть, из-за этого ее способность от, там, микро-микро поры впитывают самые-самые какие-то вот, ну, такие, скажем, ну, очень мелкоразмерные яды, токсины, да, и до крупных пор, которые впитывают, ну, более какие-то крупные шлаки и токсины, да. То есть, она мощнее, но и у нее больше, ну, не то что противопоказания, а осторожности, да, то есть, если у человека мочекаменная болезнь или там в почках или еще где-то камни, да, она начнет тянуть прямо очень сильно. То есть, это, я советую, это как продвинутый курс. То есть, если вы пропили белую глину и у вас вообще, вот, допустим, такой курс прошли, все классно. Вот следующий этап – это вот этот вариант, да. Почему? Потому что в чем еще тут фишка? Здесь почти, ну, пол таблицы Менделеева. Здесь 29 микроэлементов в составе. Ну, и тоже кремний, да. То есть, очень мощная глина. Я, когда первый раз пропил курс голубой глины, я просто вообще прозрел. Это мощная вещь. Ну… В смысле? Зрение улучшилось или что? Нет, прозрел, ну, в образном смысле. Вот. А насчет зрения, кстати, у нас был, вот, немножко отклонюсь, да. У нас одна из, один из представителей на Камчатке, который тоже реализует глину, да, он нам написал такой отзыв, что одна женщина у них купила белую глину просто пропить курс. И потом она прибегает к ним, говорит, блин, это вообще волшебное средство, говорит, у меня уже была операция, на глаза назначена, да, она должна была в Москву лететь, с Камчатки, да, то есть, и это стоимость, соответственно, большая и риск. Она просто пропила курс очищения, видать, что-то у нее там было в организме забито, и из этого упало когда-то давно зрение. И тут она просто вот взяла и восстановилась на 100% практически. То есть, у нее просто потребность отпала в операцию, она была счастлива. вот такой эффект. Вот. Вообще, столько мы сейчас всего положительного наговорили про глину. Я просто, я честно скажу, я влюбилась в эту глину, Игорь, спасибо за это открытие. Великолепная вещь. Значит, если меня сейчас хорошо слышат... Да, не слышно хорошо. Я просто думаю, может быть, зрители мне там, если вдруг плохо слышат, но ничего, я думаю потом, если что, доскажу еще в других этих вариантах, что у меня в шапке профиля стоит ссылочка на каталог здоровья. Заходите в мою ссылочку, каталог здоровья, находите там, там есть перечень моих продуктов на Уфу, находите глина, пищевая белая, нажимаете на ссылочку подробнее и попадаете как раз на страничку источник жизни, как раз на страничку акции, которая идет до конца сентября. Да, Игорь, до конца сентября? Да, до конца сентября акция, да. Видите, за 50% вот этот чудесный продукт, я считаю, что это возможность, которую нельзя упускать. И совершенно чудесным образом, Игорь, я не знала, честно говоря, про эту акцию. Видишь, как вовремя мы этот эфир организовали, как раз эта акция здесь кстати. Так, сейчас попробуем поотвечать на вопросы. Игорь, а Вы видите вопросы? Нет, микро. Да, некоторые вопросы, вот я вижу, при артрозе помогает или нет, да? Ну вот при артритах, артрозах вообще глина помогает, но понимаете, дело в чем? Как показала практика, это уже комплексное лечение должно быть, да? То есть, что значит комплексный подход? И артрит и артрозы, ну, 99% это психосоматика. И часто человек уже об этом говорит, когда уже очень давно это началось, просто человек это не видел сразу на физике, да? И поэтому очень важно такие вещи комплексно прорабатывать. То есть, найти либо человека, либо остеопата или целителя какого-то, который этим занимается, и параллельно проходить очищение. То есть, глина по-любому помогает. Она облегчает при многих вот и артрит, и артрозы, и вообще там огромный список, на самом деле. Я думаю, возможно, мы еще какие-то отдельно будем потом делать интервью, встречи, видео, да? Тоже поделимся с людьми. На самом деле это помогает. Но важно комплексный подход в данной ситуации. Так, вот пишут, что сын пьет голубую глину, у него хронический ренит, и прием ее вызвал приличный насморк примерно через неделю, в течение трех дней. И потом неожиданно началось, так и прошло. Как неожиданно началось, так и прошло. Можете прокомментировать это? Чистка, да? То есть организм, на самом деле, смотрите, все очень просто. Когда в организме уровень кремния падает, организм перестает усваивать частично или полностью 74% других микроэлементов. Вы представляете, какой сильный сбой в обмене веществ? Соответственно, а так как кремний у нас в организме отвечает за связь мозга с клетками, да? И когда его мало, начинается так называемый мерцающий синдром. То есть это когда сигнал не полностью идет, а знаете, то идет, то не идет. Знаете, вот как раньше старые телевизоры были, антенны шипит, там что-то показывает, да? И непонятно, какой там сигнал проходит. Вот примерно у нас в теле, когда кремния мало, вот сигнал он идет слабый. То есть клетки не совсем понимают, то есть скорость обмена информацией внутри организма нарушается. Многие микроэлементы не усваиваются. Плюс кремний, оказывается, участвует и в ионном обмене, и в, как он называется, в белковом обмене. То есть там, в общем-то, кремний, короче, участвует в большом количестве разных операций у нас в организме, да? И, соответственно, когда его нету, нечем вот это все, скажем так, устраивать. То есть нарушается функция к саморегуляции. Соответственно, как только организм начинает получать кремний, он начинает шевелиться и действовать, да? И где-то он его запускает еще мощнее, да? Вот так же, как вы, наверное, видели, да? То есть эффект, вот который я у вас тоже как-то видео смотрел по поводу голодания, да? Человек перестал забрасывать туда что-то, да? Организм понял, о, можно очищаться, да? У него как бы словно включается, давай быстро выводить там токсины, давай быстро-быстро-быстро, пока есть вот такая возможность. Здесь примерно то же самое. Вот. И, соответственно, и как раз так, как я об этом говорю, чтобы потом отдельно время тоже сэкономить, да? Вот у вас был как раз момент по поводу голода, да? То есть что люди перестают хотеть есть и эмоции перестают влиять, да? На то, что ты голодный вроде бы, да? Ну, нормально себя чувствуешь, не излишне ничего, да? То есть за счет чего это происходит? Первое происходит как раз за счет того, что увеличивается КПД усвоения полезных веществ из еды. То есть, условно говоря, когда кремния было мало, организм не мог усвоить там, ну, грубо говоря, там 50-70% полезных веществ. Кремний на уровень вернулся нормы, да? Организм начал усваивать почти 100% всего, что он может из этой пищи усвоить. И, соответственно, человек из вот такого же объема пищи получает максимальный эффект. И организм просто, естественно, не хочет больше есть. Это вот, ну, просто простая вещь. Да. Да. Второй момент, второй секрет, который люди, даже которые еще вроде первый раз, вы знаете, эффект такой, когда человек первый раз пьет, и вдруг он, вот мне люди тоже иногда обращаются, слушай, говорят, как у меня через неделю, я же маленькую дозу, да, как это происходит, что через неделю уже нету охоты, есть всякие там печенюшки, конфетки, какие-то дрожжевые штуки, да, почему? А дело в том, что в организме любого человека есть те или иные паразиты, то есть грибы, гельминты, да, там, патогенная микрофлора, вирусы. Соответственно, они все, у них у всех есть коллективный разум. Не индивидуальный, а коллективный. И чем больше колонии, тем сильнее разум. Он словно как гипноз, да, он посылает импульсы нашему мозгу, и, причем не здесь, который, да, который самое главное решение в кишечнике принимает, да, вот. Он ему посылает, что закинь-ка нам что-нибудь там вкусненькое, там, бургер как колбаски или еще что-нибудь интересное такое, да. Соответственно, человек думает, что он хочет. Если он этого сразу не дает, то ему по нерву тоже дают, да, чтобы он побыстрее шевелился, да, чтобы он был злым и уже схватил и что-нибудь туда закинул, да. Соответственно, как мы только начинаем пить глину, глина очень круто выводит грибы в первую очередь, да, она их просто обволакивает и выводит прямо колониями, прямо сотнями, тысячами. Просто они выводятся очень быстро, да. В отличие от других антипаразитарок, вот именно грибы глина выводит просто очень круто. И человек смотрит, ох ты, прошло одна-две недели, уже не хочется есть вот какую-то, ну, непонятную там еду, да, то есть хочется больше растительной пищи, вот натурального. Просто организм, потому что освобождается от вот этого захвата, вот. А еще второй момент очень важный. Паразиты, они в первую очередь у нас в организме выедают кремний. Соответственно, мы вывели грибы, которые выедали кремний, еще и дали кремний организму. Соответственно, получается, что в организме, да, ушел большой потребитель кремния. То есть весь кремний достается нам, а не паразитам. Вот и все. Ну, супер, вообще просто супер. Так, еще есть время. Я спрашиваю вот такой вопрос. Что будет, если применять глину одновременно, то есть без облегчения диеты, употребляя мясо, рыбу, яйца, что будет? Ну, на самом деле глина будет выводить мясо, рыбу, да. То есть единственный момент какой. Я вот рекомендую всем клиентам, да, тоже об этом записывал видео. Если вы не можете, то есть это нормально, человек не может отказаться от той еды, к которой он привык. Единственная рекомендация – это временной промежуток. То есть если вы едите особенно утром плотно мясо, рыбу, яйца, да, что-то тяжелое, после приема глины подождите хотя бы час, а лучше полтора-два, да, и тогда только начинайте завтракать. То же самое вечером. Если у вас очень тяжелая пища, не раньше, чем через час, а лучше два после ужина, да, вот. Еще такая крутая рекомендация, которая вот через неделю-две многие ею пользуются. Я рекомендую, это на самом деле очень просто уже через две недели, когда много вот этих колоний выведено, да, у человека естественным образом начнут меняться вот вкусовые предпочтения, пищевые потребности. И можно сделать так, допустим, смещайте всю тяжелую пищу на обед. То есть вот пусть утром постарайтесь что-нибудь, ну, хотя бы максимально полегче и вечером, да, полегче. А днем ешьте все, что вот, ну, вы привыкли, чтобы не бороться со своей природой, да, хотя бы на время курса. Это всего, в принципе, пять недель. То есть и вы не будете сильно терпеть. То есть у вас не будет такого, что вы прям организму что-то не дали, да, по вашему мнению. Вы им дадите, но как бы в нужное время. И очень важный момент – это питьевой режим. Почему? Потому что вот вода – это наше все, да, то есть глина, она без воды не работает. Поэтому если вы проходите курс очищения, если вы хотите получить суперкрутой результат, каждый час, хотя бы каждый час, вот такой вот где-то стаканчик водички очень медленно, потихонечку выпиваете, и тогда все классно. Просто результат супер. Классно. Так, сейчас я посмотрю, какие еще вопросы у нас тут есть. Хорошо. Так. Ну, по теме вопросов я пока не вижу. Вроде бы. Игорь, вы не видите, нет? Да, я тоже. На ночь можно пить глину? Да, конечно. Ну, просто желательно. То есть как, в принципе, я по-разному испытывал, вот я, допустим, и на ночь полностью употреблял, и даже экспериментировал такую вещь, вот брал, у нас есть, как я говорил, голубая глина еще в таблетках. То есть это просто глина, спрессованная в таблеточку, да. Берешь ее на ночь, рассасываешь, и она полностью вот обволакивает, да, вот язык и всю глотку, да. И потом утром просто полоскаешь горло, она выводит очень мощно вот из этой всей части, да, очень круто чистит, да. Вот. То есть за ночь она медленно сползает, а потом просто утром прополоскал горло, и все вышло, вообще все. Ой, это очень круто. А в инструкции есть ли какой-то способ? Ну, этого способа там нету, но мы напишем. Надо запомнить, да. Да. Вы спрашиваете, при камнях в желчном можно пить глину? Да. То, что я говорил, что вот именно курс сразу нельзя. Лучше, самый лучший вариант – это глиняная вода. То есть в бутылочку, в большую бутылку, буквально сначала ложечку, и вот так вот взбалтываете, и такая она должна быть, вот, ну, мутненькая такая водичка, и почицуете ее в течение дня, пейте, пейте. Потом можно где-то вот месяц попить так, потом сделать месяц перерыв, и через месяц попробовать наш курс очищения только в два раза меньше дозу. То есть не с полчайной начинать, а, допустим, с четверти чайной ложечки неделю. Потом увеличивать вот так же, как у нас. И посмотреть, если будут какие-то сильные боли, значит, еще кремния не в норме, и опять можно вернуться к водичке. И так постепенно, да, то есть прийти к тому, чтобы вот эти камни растворить с помощью кремния. Ага. Вот при гастрите применять можно, спрашиваю? Это лучше к врачам, ну, то есть, или ответственность на себя, и вот, опять же, то же самое, как с камнями. То есть микродозы, потому что микродозы, они ничего плохого не сделают, это просто будет как кремниевая вода, да? Так, ну, тут спрашивают стоимость. Я думаю, что по стоимости всех мы отсылаем на ссылочку. Так, у нас еще есть 10 минут. Игорь, если есть еще какая-нибудь интересная, важная информация, можно еще что-то рассказать? Да, отлично. Хорошо, давайте я тогда, чтобы максимальную пользу дать, да, то есть, смотрите, я рекомендую глину использовать не только внутрь и не только вот, когда курс очищения, да, также использовать глину, как зубной порошок. То есть, она очень хорошо чистит зубы. И это очень приятно. Никакой химии, очень хорошо она прямо прочищает полностью все. Второе, если какие-то там порезы, не дай бог ожоги какие-то там, или где-то ушибы, это все делается либо примочки, аппликации, либо такие, можно сделать, как вот такую консистенцию, чуть-чуть жиже, чем пластилин, прикладывать, заматывать полиэтиленом до двух часов так вот. Привязал до двух часов, потому что у глины такая штука, она два часа на себя берет, потом два часа отдает это обратно. Поэтому ее два раза нельзя использовать, то есть, приложил, она на себя забрала и это в мусорку выкинул. Вот. Еще второй момент, который мы не описали, который тоже важен. И глина, в принципе, и так работает. Но если вы ее еще активируете на солнце, это даст еще энергетический эффект. То есть, энергетика у глины будет сильнее. И активировать на солнце глину очень просто. То есть, засыпаем в стеклянную баночку, в любую сухую банку глину, закручиваем крышкой, переворачиваем, ставим на подоконник. И даже если пасмурно, даже если нету солнца, все равно солнечные лучики проходят. Единственное, когда есть солнце, она активируется за один-два дня. Когда нету солнца, да, или северная сторона там, но она все равно за пару недель активируется и будет более мощная, да. Я бы попробовал. То есть, при кожных заболеваниях, при нейродермите будет толк на голених? Я бы попробовал. То есть, при кожных вообще заболеваниях и даже при, вот мы тоже смотрели, при аллергиях. Вообще аллергии, они даже к психосоматике не относятся, да, как оказалось. Но глина даже при аллергиях тоже помогает. Опять же, комплексно. Нужно и внутрь, и наружно. Ну, в любом случае, аллергия – это все равно, опять же, токсины, а поскольку глина – это детокс, то есть, отечеяние токсины. В общем, универсальный, короче, продукт. Супер. Голову, кстати, вот если белой глиной, вот голову, волосы очень классно мыть, очень хорошо получается, только не голубой. Вот именно белый, потому что голубые волосы будут вот так вот торчать, а после белые они мягкие, ну, практически как после кондиционера, и очень хорошо влияют и на кожу головы, да, и на волосы. То есть, как маска делается, глиняная такая, ну, где-то на, там, 15-20 минут хотя бы посидеть, и потом смыть. Тоже очень хорошо. Вот здесь делится в чате, от ожогов хорошо помогает, обожгла руку горячим маслом, зажила за 3 дня. Действительно, да? Да, 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 это действительно так. Мы тоже, вот, вообще, у нас, получается, опыт в семье, мы применяем 8 лет. У меня жена когда-то, когда была беременна, в общем-то, благодаря моему сыну, который тогда в животике сидел, да, то есть, мы узнали о глине, потому что она хотела песок есть. Я начал читать на эту тему, да, и узнал про глину, начал очень глубоко на эту тему копать, вот. И как результат, на самом деле, сегодня у меня и дети принимают, и жена, и она и при беременности принимала, и при грудном вскармливании, и дети сами любят, да, то есть, они сами приходят к себе, насыпали глину, развели, выпили, то есть, они любят ее по любому поводу. Здорово. Игорь, спасибо огромное за этот эфир, супер информация, я думаю, и для меня много полезного, и я думаю, что для наших зрителей тоже. Я сейчас хочу попробовать вас выключить из эфира, или, может быть, вы можете увидеть? Да, я сейчас, да, я сейчас закрою, Ну, я благодарю всех за внимание, Байя, благодарю вас, очень было ценно, даже мне послушать было интересно, вы еще раз меня вдохновили дальше продолжать давать пользу людям, и работать над тем, чтобы дать больше рекомендаций по глине. Всего доброго. Все, хорошо, спасибо, Игорь, большое. Спасибо. Так, ребят, значит, отвечаю на вопрос, где заказать, как купить, сколько стоит. Значит, еще раз, если меня хорошо слышно, заходите в шапке моего профиля, стоит ссылочка на каталог здоровья. Это мой собственный каталог, в котором у меня собраны все мои услуги, продукты, и в том числе глина. В перечне продуктов находите глина, белая глина пищевая, там будет слово подробнее, нажимаете, это ссылочка, нажимаете на слово подробнее, и попадаете на сайт источник здоровья. Вот то, что мы сегодня говорили, да, источник жизни, простите, попадаете на сайт источник жизни, на глину, как раз на эту акцию, смотрите, читаете там всю информацию, как заказать, ценники, скидки, все там есть, оформляйте, и все, и будет вам счастье. Будьте здоровы. Спасибо большое, что были сегодня на моем эфире. Очень благодарна вам. Всего доброго, хорошего вечера. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok